Добрый вечер. По моим подсчетам, из каждых 10 метров телетайпной ленты мировых информационных агентств около 7 приходится на Советский Союз. И тому есть постоянный повод. Москва, Вильнюс и уже потом Флорида, Прага, Берлин, Улан-Батер – центры событий, с которыми вас познакомит очередной выпуск программы «Время». Начнем с Красной площади в Москве. Сегодня, в преддверии 120-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина, руководители страны и партии возложили венок к мавзолею основателя Советского государства. Для нас ленинизм остается живой и действенной теоретической, идейной и нравственной силой. Сейчас мы восстанавливаем подлинное прочтение Ленина, стараемся творчески вести эту работу. Она не была и не будет простой. В ходе перестройки и в связи с труднейшими проблемами, которые она породила, мы активно занимаемся этим. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать в ходе подготовки к 28-му съезду КПСС на самом съезде и при разработке новой программы партии. Опираясь на все неприходящее в духовном наследии Ленина, вооружаясь современным знанием, осваивая новейшие достижения науки о человеке и обществе, мы будем искать собственные ответы на проблемы и вызовы нашего времени. Товарищи, у нашего общества нет разумной альтернативы социалистической перестройке. Она сложный, но неизбежный путь выхода из полосы трудностей, путь реального прогресса. И нам не обойтись на этом пути без ленинского наследия, обогащенного опытом и уроками новейшей нашей и всемирной истории. Успех перестройки будет означать беспрецедентный шаг в развитии всей цивилизации. Она может стать началом эпохи таких грандиозных преобразований по существу революции, которые и по методам ненасильственным, демократическим, и по результатам могут вывести мир, как и мечтал Ленин, к самому смыслу существования человечества на земле. О других событиях в комитетах и комиссиях продолжает свою работу сессия Верховного Совета СССР. Обсуждение закона СССР о советской милиции было в центре внимания комитета по вопросам правопорядка и борьбы с преступностью. Там решено вновь доработать проект и только после этого представить его на сессию. В ходе дискуссии отмечалось, что в законопроекте по-прежнему не определена роль следствия в структуре МВД. Поступило несколько предложений о полной деполитизации органов внутренних дел. Проект другого закона о защите чести и достоинства президента, представленный для обсуждения, подвергся острой критике и был признан с юридической точки зрения плохо подготовленным. Парламентские корреспонденты программы «Время» из Кремля. Полигон должен, увы, продолжать работать, как и в Неваде в США. Там ведется огромное количество научных, а не только военных исследований, как и в Неваде. И там взволнована общественность, и уже не так, как в Неваде. Техническая сторона испытаний, по мнению бывавших там американских коллег, ядерщиков, обеспечена в соответствии со стандартами. Но вот стандарт человеческих взаимоотношений. Компенсация. Материальная, моральная, психологическая, людям, чья жизнь связана с Семипалатинском, по-прежнему остается нерешенной до конца проблемой. Верховный Совет уже не первый месяц ведет эту работу. Сегодня один из ее эпизодов. Сегодня у здания, где разместились комитеты и комиссии Верховного Совета, мы увидели такую картину. Десятки турок-месхетинцев пришли сюда с требованием восстановить справедливость и вернуть их на историческую родину. В проекте решения комиссии по национальной политике и межнациональным отношениям Верховному Совету и правительству Грузии предложено выработать и последовательно осуществить программу поэтапного возвращения на историческую родину той части турок-месхетинцев, которые выразят такое желание. При этом учесть интересы и турок-месхетинцев, и местного населения. Комиссия считает целесообразным после принятия Верховным Советом Грузии решения о возвращении турко-месхетинского населения поручить правительству СССР образовать государственную комиссию для решения практических вопросов, связанных с восстановлением прав турок-месхетинцев. Вопросом текущей работы Верховного Совета была посвящена сегодняшняя пресс-конференция председателя Совета Союза товарища Лаптева. Предполагается, что завтра депутаты продолжат обсуждение закона о пенсиях. На будущей неделе во втором чтении намечено рассмотреть законопроекты о подоходном налоге, о свободном развитии граждан нашей страны, проживающих за пределами своих национально-территориальных образований, программу ликвидации последствий чернобыльской аварии, а также законов о языках народа в СССР, о въезде-выезде СССР и другие. Обращаясь к представителям средств массовой информации, Иван Дмитриевич Лаптев, в частности, сказал... Очень хотелось бы, чтобы те законы, может быть, вот это самая главная просьба к вам ко всем, чтобы те законы, которые мы принимаем, ценой таких колоссальных усилий и нервов, ценой таких вообще издержек, дело даже не в том, что там депутаты мучаются и так много работают, нет. Ведь над каждым законом работают гигантские силы, привлекаются десятки институтов, опрашивается страна, так сказать, чуть ли не во всем своем, так сказать, масштабе. Чтобы когда эти законы мы принимали, чтобы эти законы все-таки жили. И пресса должна обратить внимание, я очень во всяком случае прошу, чтобы она обратила внимание, чтобы эти законы не уходили в нашу рутину. Я бы хотел просить вас и о поддержке законодательных актов, которые принял Верховный Совет, и об их пропаганде, и о том, чтобы вы, еще раз повторю, не забывали уже о сделанной работе и возвращались к ней почаще на систематической, может быть, даже основе. Вопрос, вынесенный сегодня на обсуждение совместного заседания Комиссии Совета Национальности Верховного Совета СССР по товарам народного потребления и Комитета народного контроля СССР, имеет большое социальное и народно-хозяйственное значение. Речь идет о серьезных недостатках в работе Минавтосельхозмаша и Миннефтехимпрома СССР, а также Государственной Ассоциации Союз Стройматериалов, не обеспечивших удовлетворение потребностей граждан в запасных частях к легковым автомобилям. Главное, почему Союзный Комитет и Комиссии Верховного Совета СССР занялись этой проблемой, состоит в том, что именно в ней, как нельзя лучше просматривается, из рук вон плохое отношение руководителей некоторых министерств ведов, предприятий и организаций, к насущным нуждам и запросам людей. Вот и закончилось совместное заседание. Ясно, что виновно привлекли к ответу. Но разве этим поправишь дело? Корень зла не только в ошибках и недоработках должностных лиц. Он уходит гораздо глубже. Существует тех проблем и задач, которые вынуждают наше государство сегодня перевести свою экономику на рыночные рельсы. Принято решение создать комиссию и поручить ей доработать высказанные сегодня предложения и рекомендации с тем, чтобы внести их в ближайшее время в президиум Верховного Совета СССР для принятия решений. Ситуация в Литве. Сегодня на сессии Верховного Совета Литвы выступил заместитель премьера министра республики Бразаускас. По сообщению ТАСС, ситуация в народном хозяйстве Литвы приближается к критической отметке. Так, в нескольких словах можно изложить суть информации заместителя премьера. Он сообщил, что из-за прекращения поставок в Литву нефти и резкого сокращения подачи природного газа уже через несколько дней некоторые промышленные предприятия прекратят работу. По мнению Бразаускаса, выход из тупика может быть найден только путем политических решений. Большинство выступающих на сессии депутатов заявили, что Литву не удастся поставить на колени. Тем временем стало ясно, что правительство Норвегии не намерено оказывать помощь Литве в виде поставок нефти. Премьер-министр Литвы Прунскине заявила, что во время ее визита в Осло она не получила никаких конкретных обещаний об оказании норвежской помощи. Министр энергетики Дании сегодня дал интервью, в котором также отметил, что Литве не следует рассчитывать на то, что Дания из политических соображений поможет литовцам с поставками нефти. Если в связи с предстоящим в субботу визитом в Данию госпожи Прунскине нас попросят о помощи, ответом будет заявление о том, что датское государство не продает нефти и мы не можем предложить литовским представителям нефть и предложим им обратиться в частные компании, сказал министр. Американская Нью-Йорк Таймс, комментируя итоги завершившихся во Флориде переговоров между Джорджем Бушем и Франсуами Тараном, отмечает, оба президента дали понять, что они придают улучшению с Москвой большее значение, чем немедленному урегулированию положения вокруг Литвы. В выпусках новостей мировых радиокомпаний «Голос Америки» сообщил, что президент Буш сказал, что рассматривает вопрос о принятии мер в связи с действиями СССР в Литве. Но он добавил, что хочет поддерживать диалог с президентом СССР Горбачевым. «Голос Америки» и другие западные станции. Президент Буш начал консультации с союзниками НАТО по поводу сложившейся в Литве ситуации. Радио Японии. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Сакамото сообщил, что правительство рассматривает, какие предпринять меры в связи с экономическими санкциями Москвы по отношению к Литве. После вчерашнего сообщения о том, что поставки нефти в Литву прекращены, а газы ограничены, мы уже сегодня утром обнаружили перемены в своей жизни. Ну, в первую очередь, в квартире, где мы живем, батареи нашли холодными. Потом подтвердили, что да, действительно, отопление во всех домах республики отключено. Ну, а большинство владельцев автомобилей, как видите, не рискнуло вывести свои машины на улицы. Хотя норма отпуска горючего автолюбителям не так мала – 30 литров. А вот машины скорой помощи, те, что развозят продукты и спецтранспорт, будут работать в прежнем режиме. Промышленные же предприятия переходят на урезанный бензиновый паёк. Что же касается поставок природного газа, достаточно, видимо, будет сообщить, что компрессорные станции республики остановлены. Сейчас Литва в сутки получает 3,5 миллиона кубометров газа вместо 18. Евгений Григорьевич, в Вильнюсе уже появились такие слухи, что вот, возможно, в ближайшее время газ не будет поступать и в квартиры. Что вы могли ответить? Ну, я хотел бы ответить, что эти слухи необоснованные. С 12 часов дня 19 апреля в республику обеспечивается то количество газа, которое полностью обеспечит потребность жителей в природном газе и коммунальное бытовое потребление обеспечит. Ну, а промышленные потребители нефтегазового сырья чувствуют себя сейчас далеко неблагополучно. А 5 миллионов долларов в день, которые нужны для нормальной работы топливно-энергетической системы Литвы, как заявил Альгердис Бразаускас, у республики нет. Его сегодняшний доклад на сессии Верховного Совета Литвы вызвал бурные дебаты. Сегодня же в середине дня произошел инцидент вокруг старого здания типографии издательства ЦК Компартии Литвы. Войска МВД, как видите, вступили в рукопашную с дружинниками Саудиса, которые несут здесь дежурство. Как сообщают, есть пострадавшие. Сейчас здание контролируется МВД. Все эти события произошли накануне открывающихся завтра съездов Саудиса и Компартии Литвы на платформе КПСС. Пресс-конференция руководителей которой состоялась также сегодня. Мартия Мартыновне Крустенсен, ветерана Коммунистической партии страны, 95 лет. Она была делегатом 27-го съезда КПСС с самым большим партийным стажем. 78 лет жизни отдана служению делу партии. Марта Мартыновна Крустенсен из числа тех замечательных латышских большевиков, кто, посвятив революции свою жизнь, выдержав все удары столичины, горько пережив события 59-го года в Латвии, когда были отстранены от руководства в республике, исключены из партии коммунисты, предупреждавшие о деформациях, которые, увы, так больно и остро обнажили сейчас, все выстрадав, все пережив, не изменили своих убеждений. Три ссылки за них были в судьбе. Одна царская, две сталинских. Она выросла в семье революционеров, свободолюбивых, гордых людей. Ленин вошел в мою жизнь, в самую главную фигуру в жизни. Когда это старший брат сказал как-то, не плачь, Марта, скоро будет время, когда не будет господ. Так учит вольте рабочего класса Ленин. Ну и вступление в партии. Я до сих пор, между прочим, волнуюсь. Это чувствуется, что правда победит. И вот этот настрой на всякий... Как-то научил всю жизнь видеть. Главный вопрос сегодняшнего дня. То есть то, что, ну, каждая эпоха, каждое время и так далее, имеет основные задачи. Основные проблемы, которые надо решать. И вот настроение такое, не быть в стороне. И сейчас я очень переживаю. Вот те люди, которые эту самостоятельность понимают, как выход из состава Советского Союза, задумываются относительно того, что Советский Союз сделал. И что он делает. Именно как союз, как единство. Бери, какую проблему хочешь. Ни одна республика, только сама собой, не может жить. Советский Союз – одно государство. Удивителен свет ее души. Могу ли не восхищаться ею и не пожелать себе и вам такой святой веры, убежденности, доброты, такого чувства ответственности за все, что, впрочем, и питает ее, и придает силы. Здоровья вам! Радостей! Дорогая Марта Мартынна! Искренние поздравления Марте Мартыновне Крустенсен передал Михаил Сергеевич Горбачев. В своей телеграмме он пожелал ей доброго здоровья и успехов в общественной деятельности во имя светлого будущего латышского народа. Программа «Время» присоединяется к этим поздравлениям. При обсуждении государственных республиканских программ ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС большие споры возникают по основному критерию отселения, основанному пока на предельной дозе облучения 35 БР за 70 лет жизни. Репортаж из Белоруссии. Район высокой степени радиационной загрязненности. Кажется, что сама природа здесь замерла, и не на годы, может быть, на столетия. А вокруг населенных пунктов подобие жизни. Как жить там, где, говорят, нет опасности для жизни, только нельзя пойти в лес, нельзя искупаться в реке, держать корову, где над тобой висит, не оставляя ни на секунду, страх за ребенка? Дозиметров нет, в лучшем случае один на сельсовет. Но есть другие показатели опасности. Уезжают врачи. Только за последние три месяца покинули район шесть врачей. Да, а врач, кто-то приехал? Врач только что уехал. Врачей в сельских больницах практически нет. Поэтому объезжает их по возможности врач из районной. Но и в самой районной из 55 необходимых нет 16. И осуждать уехавших или не едущих сюда трудно. Кто знает, как подействует радиация, даже если не наберешь 30 БР за жизнь? Как она подействует на имеющиеся уже у тебя болячки? Не укоротят ли жизнь стрессы в совокупности с рентгенами? Приезжающие иногда сюда комиссии Минздрава и СССР и Белоруссии говорят, увеличения заболеваемости людей нет. А у местных картина другая. Можно было бы и поверить знаменитостям, если бы они следом не писали, например, так. Назрела необходимость срочного расширения Института радиационной медицины Минздрава Белоруссии с целью большей доступности обследований и лечения больных из районов, загрязненных радионуклеидами. Профессор Гончарик. Существует общепринятая беспороговая концепция, которая определяет, что никакая доза радиации не является абсолютно безопасной для человеческого организма. Поэтому мне кажется, что сейчас надо предпринять максимальное усилие для того, чтобы с учетом этой концепции уменьшить риск для здоровья людей, живущих в этих районах. Чернобыльская авария начала страшный эксперимент, и он вносит свои коррективы в существовавшие раньше представления. Большинство ученых говорят, концепция 35БР за жизнь антигуманна. Государство должно оказывать экономическую помощь всем, кто хочет переселиться. Ну а пока идут споры, люди теряют и веру, и надежду. Топят загрязненным лесом печки и сидят у своих домашних реакторов. В эфире международные новости программы «Время». У памятника святому Вацлаву в центре Праги идет сбор подписей под петицией, призывающей поставить КПЧ вне закона. Ситуацию обострило официально требование прокурора Праги Сокола запретить деятельность КПЧ в столице. Газета «Млада фронта» сетует на то, что из общественной жизни страны неумолимо исчезает терпимость и взаимопонимание, возвращаются столь знакомые по недавним временам насилия и страх. На пленуме ЦК партии труда Албании, страны, о которой мы не знаем почти ничего, выступил ее первый секретарь Алия, который заявил о готовности Албании восстановить связи с Советским Союзом и Соединенными Штатами, если они действительно изменят свою позицию в отношении Албании и проявят готовность принять ее такой, какая она есть, сказал Алия. Юмжагин Циденбал, бывший руководитель Монголии, лишен звания героя МНР, героя труда МНР и маршала МНР. Его супруга Циденбал Филатова лишена орденов Суха Батора, Трудового Красного Знамени и Полярная Звезда, и звания заслуженного деятеля культуры МНР. Это сегодняшнее решение Президиума Великого Народного Хурала МНР. Сегодня в Берлине открылось четвертое заседание Народной Палаты ГДР. В повестке дня единственный вопрос прения по правительственному заявлению премьер-министра Лоттера де Мезьера. В интервью немецкому телевидению де Мезьер заявил, что государственный договор между ГДР и ФРГ должен быть не только заключен к нынешнему лету, но и в значительной мере реализован. Добавлю к этому, что сегодня на заседании Народной Палаты ГДР группа депутатов обрушилась с резкой критикой на партию демократического социализма. Один из депутатов позволил себе провести параллель между партией демократического социализма, ПДС, и нацистским министром Геббельсом, из-за чего фракция ПДС в знак протеста покинула зал заседаний. В Праге набирает силу скандал, который журналисты окрестили Сахергейтом. Он связан с фигурой Сахера, министра внутренних дел страны. Его обвиняют, во-первых, в непоследовательной кадровой политике, во-вторых, в уничтожении важных архивных документов и, что самое главное, в санкционированные им лично слежки за некоторыми депутатами чехословатского парламента. Сахер отрицает обвинение и, напротив, утверждает, что по его приказу слежка была прекращена. Кстати, сегодня одобрено новое официальное название Чехословакии. В центре Праги, на Васловской площади, идет молитва. За что молятся? Чего просят у Бога эти люди? Молитва за примирение наших народов. Такие и подобные заголовки предпошлют на следующий день газеты репортажа с площади. Бесспорно, дискуссия о принятом меньше месяца назад названии страны, Чехословацкая Федеративная Республика, еще раз напомнила о дремлющих, а иногда и вырывающихся наружу национальных противоречиях. Обнаружилось явное желание словацкой страны и в названии своей страны подчеркнуть самостоятельность народа. Но, как ни странно, эта же дискуссия, часто бурная, способствовала и снятию многих барьеров, предрассудков и недоговоренностей. Собрались вместе национальные советы, парламенты республик. Впервые сошлись для совместной работы и работали два дня правительства Чехии и Словакии. Состоялись встречи руководителей страны и ведущих политических сил. В ходе этих встреч вопрос о названии был решен. Сегодня председатель Федерального Собрания Александр Дубчик предложил депутатам принять закон о новом имени страны «Чешская и Словацкая Федеративная Республика». За это предложение высказались представители депутатских клубов всех партий, кроме социалистической. Большинством голосов новое название было принято. Итак, сегодня Чехословакия получила новое имя. Теперь оно звучит так. «Чешская и Словацкая Федеративная Республика». Солидарность, открывшаяся в Гданске, продолжила работу. И с первых же его минут наметились серьезные расхождения во взглядах делегатов. Повод, казалось бы, второстепенный, приглашать или не приглашать на съезд бывших деятелей Солидарности 80-х годов. Большинством голосов съезд высказался отрицательно. Нет, было сказано тем, кто руководит ныне такими организациями, как Солидарность 80, борющаяся в Солидарность, и другими, которые выступают с критикой Леха Валенцы против политизации профсоюза, считая, что профсоюз не может сливаться с государственным аппаратом, а должен быть независимым ни от правительства, ни от партий, ни от администрации предприятий. Каково же будущее Солидарности? Солидарность? Станет ли она исключительно профсоюзом, политической партией, или, как сейчас ее часто называют, общественным движением? Этот вопрос мы задали одному из видных лидеров Солидарности, Яну Рулевскому. Я думаю, что она в дальнейшем останется профсоюзом, который будет бороться за политические, экономические и культурные права человека. Солидарность и дальше будет политической силой, оказывающей влияние на общественную жизнь страны. Сегодня же обсуждался вопрос о кандидатуре будущего председателя профсоюза Солидарность. Судя по всему, им останется Лех Валенца. Плакаты панно вот с такой надписью сейчас установлены по всей Кубе. Надпись на них малопонятна непосвященному человеку. Она гласит «Моя проща – это проща Давида». Дело в том, что на Кубе сейчас очень популярна библейская легенда, согласно которой юноша-пастух Давид с помощью смекалки, используя камнеметательный снаряд «прощу», в неравной схватке победил злого великана Голиафа. Так вот, народ Кубы уподобляет теперь себя этому мифическому смельчаку Давиду, а роль Голиафа отводит врагам своей революции, в первую очередь американскому империализму. Миллионы камней, самодельных прощей, огромных рогаток или бросаемых вот так руками всех от мала до велика летят сейчас в море в сторону американского Голиафа Янки. Такой символической бомбардировкой, проходившей по всему Атлантическому побережью Кубы, была отмечена здесь 29-я годовщина победы на Плайо-Хирон. О некоторых других новостях международной жизни бастуют 20 тысяч учителей государственных школ американского штата Оклахомы. Они считают, что им мало платят. Обанкротился знаменитый американский центр искусств имени Кеннеди. Его долг кредиторам свыше 15 миллионов долларов. В США здесь закончились переговоры президентов США Джорджа Буша и Франции Франсуа Миттерана. Обсуждались перемены в странах Восточной Европы проблемы выработки совместной платформы в процессе объединения Германии. Состоялся обмен мнениями о положении в Литве. Мы разделяем убежденность, что возникшая проблема должна разрешаться путем диалога таким образом, чтобы было реализовано право литовского народа на самоопределение, заявил Буш. В Алжирской столице сегодня начались демонстрации исламских фундаменталистов в поддержку оппозиционной партии «Исламский фронт спасения». Участники демонстрации требовали немедленного введения в стране шариата, запреты на любые проявления западной культуры, закрытие дискотек и других увеселительных заведений. Правительство приняло меры по сохранению общественного порядка в столице. 60 тысяч студентов приняли участие в массовых выступлениях молодежи в крупнейших городах Южной Кореи в ознаменовании 30-й годовщины со дня начала движения протеста против диктаторского режима Ли Сын Мана. Во многих местах манифестации вылились в настоящие сражения с полицией. В результате столкновения 300 человек получили ранения, более 600 участников выступлений арестованы. Британский парламент одобрил правительственный законопроект, представляющий английские паспорта 50 тысячам семей из Гонконга. Таким образом, через 6 лет, в 1997 году, когда эта английская колония перейдет под суверенитет Китая, 225 тысяч жителей острова получат полное британское гражданство и право проживать в Великобритании. Ожидается, что законопроект приобретет силу закона летом этого года. Организация «Исламский джихад за освобождение Палестины» заявила, что объявленное освобождение одного из трех американских заложников отложено на неопределенный срок. Как известно, условием освобождения по-прежнему остается требование исламского джихада о приезде в Дамаск помощника госсекретаря США Джеймса Келли для урегулирования проблемы. Президент Буш считает, что США не подчиняется таким требованиям. Австралия. Залитый водой тысячи гектаров пастбищ и лугов, железных и автодорог, десятки городов полностью отрезаны от внешнего мира. Все это результат непрекращающихся уже вторую неделю ливневых дождей. Человеческих жертв, к счастью, нет. Нет пока и возможности подсчитать экономический ущерб. Непогода продолжается. В Италии депутаты активно прогуливают заседания парламента. В лучшие дни в зале присутствуют 380 из 630 депутатов. И в 89-м году Палата депутатов 43 раза была вынуждена прекращать заседания из-за отсутствия кворума. Немного экономики. Свыше 3 миллиардов долларов составил в 89-м году наш объем торговли с Китаем. Это по заявлению китайских представителей. Мы покупаем у Китая мясо, фрукты, текстиль. Китай у нас сталь, древесину, мочевину, автомобили, двигатели, самолеты. 150 американских фирм хотят создать Советским Союзом совместные предприятия. Интересная новость из ФРГ. Там коров стал доить робот. Трудно кого-то сегодня удивить применением компьютеров в различных областях жизни. И тем не менее предпринимателю из городка Постхаузен, что под Бременом, сенсация вполне удалась. Он изобрел робот для доения коров. До сих пор в ФРГ коров доит вручную или доильной машиной. Два раза в день. И не тогда, когда этого желает домашнее животное, а когда считает нужным человек. Переполненное вымя отражается на количестве молока, получаемом от коровы. Робби, так называется робот, решает эту проблему. Автоматически он высчитывает размер вымени, расстояние между сосками, накапливает информацию в компьютерной памяти. Робби знает всех коров. Привлекаемые на стенд для доения вкусным кормом, они быстро освобождаются от излишнего молока. Фермер уже для доения не требуется. Адольф Дюбельсдорф демонстрирует свое изобретение на специализированной выставке. Пока что у фермеров отношения к новому аппарату сдержанные, хотя они и не видят принципиальных препятствий. В свое время, когда водился доильный аппарат, тоже были сомнения. Но коровы ведь быстро привыкли. Дойные коровы кормят теленка 9 раз в день. Робби сравнивает с таким теленком. Компьютерным теленком 20 века. Эффект после того, как Робби поступит в серийное производство, а это ожидается через год-два, будет солидным. Во всяком случае, немалая стоимость робота, 120-150 тысяч марок, в хозяйстве, имеющем не менее 70 коров, быстро окупится. А теперь немного о кино. В Оберхаузене ФРГ идет международный фестиваль документальных фильмов. Его девиз – путь к соседям. В центре фильмы из Болгарии, Румынии, ГДР и Советского Союза, которые многие годы пылились на полке, и теперь, судя по всему, получат гран-при. Например, фильм чехословацких документалистов об интервенции 1968 года. Другой фаворит – фильм румынских режиссеров, рассказывающий о падении диктатуры Чаушеску. «Афганский излом» – так называется художественный фильм, работа над которым идет в эти дни. Мигеля Плачидо, Татьяна Догилева, Нина Русланова – среди главных героев этого фильма. От Дамаска до Кабула полчаса езды на машине. Это возможно только в кино. Здесь, в небольшой сирийской деревушке Рухейба, снимаются некоторые эпизоды совместного советско-итальянского фильма «Афганский излом». Фильм о наших ребятах, оказавшихся в пекле афганской войны. Это встреча с нашим недавним прошлым, от которого нельзя отмахнуться, каким бы горьким оно ни было. Основные события фильма разворачиваются накануне вывода наших войск. Этот период, пожалуй, один из самых трагических. Уже есть решение – все кончено, домой. Но война продолжается, и не всем суждено пройти обратный путь на родину. Почему он снимается в Сирии? Здесь спокойно, да и местные условия близки к Афганске. Дело еще и в том, что по контракту Микеле Плачедо, вы его, вероятно, уже узнали, как кинозвезда не должен сниматься в нестабильной обстановке. Его берегут. Заодно берегут и наших активов. Итак, Микеле Плачедо, Татьяна Догилева, Нина Русланова, Филипп Янковский, в фильме режиссера Владимира Бортко «Афганский излом». Работа над ним продолжается. Пожелаем удачи. Указом президента Союза СССР установлена регламентация проведения массовых мероприятий на территории Москвы. Исходя из того, что город Москва является столицей Союза Советских Социалистических Республик, и с учетом размещения высших органов государственной власти и управления Союза СССР в Кремле и других местах центра города Москвы, регламентация проведения массовых мероприятий, манифестаций, митингов, демонстраций и других в пределах Садового кольца города Москвы осуществляется Советом министров СССР. Настоящий указ вступает в силу с момента его принятия. 14 апреля Совет министров СССР принял постановление о мероприятиях в связи с празднованием 45-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Подготовка и празднование этой даты проводится под знаком всестороннего обновления страны, притворения в жизнь задач перестройки. Полностью текст публикуется в печати. Сегодня командование Московским военным округом пригласило журналистов на первую общую тренировку войск к параду 9 мая. Парадная площадка начала жить уже по знакомому нам распорядку. Ранний подъем и задело. Еще, еще раз проход, марш за маршем, пеший строй, техника, равнение, четкость. И еще раз. Пока еще в повседневной форме, но с полной отдачей. В коротком перерыве, короткое интервью с командующим Московским военным округом. В этом параде будут участвовать, кроме традиционного, как обычно на парадах участвовало, герои Советского Союза, времен Великой Отечественной войны, кавалеры Орденов Славы. Много представлено образцов, как времен войны, боевой техники имеется, так и современной техники. Вы, как командующий парадом, довольны первой тренировкой? Первые результаты хорошие, так что есть все основания доложить, что парад пройдет организованно, зрелищно и удовлетворенно, на высоте. Много замечательных людей с удивительными судьбами примут участие в нынешнем параде. Мы расскажем о них в своих программах. Добрый вечер. Сегодня на чемпионате мира по хоккею четвертый тур. Шведы выиграли у американцев со счетом 6-1. В 10 часов вечера по московскому времени наши выйдут на матч с финнами. Вчера тоже поздно вечером закончилась встреча сборных СССР и США. Наши, можно сказать, играли вдохновенно в этот вечер, в удовольствие себе и тренерам, и, конечно, нам, болельщикам. Не остались безучастные 7,5 тысяч зрителей. Они поддерживали сборную СССР еще бы. Настоящий грант шайб 10-1 в пользу советских хоккеистов. Отличилось первое звено. Каменский и Хмутов забросили по две шайбы с подачи Быкова. С корабля на бал, как говорится, явился на игру. Вячеслав Хитисов и органично вписался в состав команды. Как и не расставался с ней. Однажды его точный бросок поразил ворота американцев, сделал профессионал и три результативных передачи. Сегодня первыми закончили встречу сборной Канады и Норвегии. Вывиньте фрагменты этого матча. 8-0 в пользу кленовых листьев. Канадцы, чтобы не искушать судьбу, уже в первом периоде провели в ворота соперников четыре безответные шайбы. Не снизили они активности и в дальнейшем. Выиграв 8-0 и набрав 8 очков, канадцы стали лидерами чемпионата вместе со шведами. Репортаж о матче сборных СССР и Финляндии начнется в 21 час 55 минут по второй программе. Когда мы получаем сообщение с филотреков в Крылатском, невольно надеемся, что это об очередном рекорде мира. Не обманулась я и сегодня, правда, рекорд юниорский. 18-летний Александр Хромых из Воронежа проехал тысячу метров сходу за 59,988 секунды. В Крылатском проходит первенство Советского Союза. Олимпийский чемпион ленинградец Дмитрий Нелюбин не упустил возможности пополнить коллекцию наград. Сегодня он стал победителем четырехдневной групповой гонки. И такое бывает в баскетболе. Югослав Лука Пересович за несколько секунд до перерыва вывел свою команду Югопластика вперед в суперфинальном матче Кубка Чемпионов с Испанской Барселоной в Сарагосе. Ну а после перерыва зрителей захватила борьба прекрасных центровых от Динориса из Барселоны и Югослава Дина Раджи. Известно, кто будет лучшим под счетом, тому и достанется победа. А вместе с ним и серебряная корзина Кубок Чемпионов. Югославу преуспели и не только под счетом. Безжалостно терзал корзину и набирал очки Тони Кукач, самый результативный в этот вечер. Югославские баскетболисты победили 72-67 и второй год подряд завоевали главный европейский трофей. Гидрометцентр СССР сообщает о погоде на завтра, 21 апреля. В Центрально-Черноземном районе будет 12-17 градусов тепла. В Волговятском районе плюс 11-16. На Украине 16-22 градуса тепла, возможно, грозы. В Белоруссии 14-19, кратковременные дожди. В Молдавии от 17 до 22 градусов, небольшие дожди. В Эстонии 14-18 градусов тепла. В Латвии и Литве от 15 до 20, возможно, грозовые дожди. В Ленинграде 15-17 градусов, ясно. В Москве ночью 2-4 градуса тепла. Днем 15-17, без осадков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова